Рисующий смерть Кроме того, кто его разбудит И хоть новая песня спета не будет Никто не поймет, каков характер потери Мой ангел, куда завела нас эта гиринья Вечный огонь, что я нес, обалил мои крылья А любовь, как приговор, высшая из всех мер Малиновка летит на север Малиновка летит на север Ощущаете это как совместный проект Или просто встретились два хороших музыканта Поиграли что-то вместе Я его ощущаю как начало совместного проекта Потому что мне нравится это дело И я бы хотел дальше с Вадимом Что-то поглубже попытаться Покопаться в собственных песнях и в его песнях Ну что-то такое, да Потому что такой совместный проект Ну это не просто какая-то там случайность Что сделали совместный концерт И забыли Раз уж нас так какими-то путями и образами Судьба свела вот для такой программы Наверное Наверное так должно было быть Наверное это что-то означает большее Чем просто пару раз концерты Ну я знаю, что Костины песни для тебя дороги И давно, правильно ли я понимаю? Да, я вообще одно время очень На песне «Зимой у зверей» Они меня очень в какой-то период жизни Сильно очень так поддержали Помогли мне во многом Даже я считаю, что Помогли мне как-то Самоопределиться, что ли В большой степени Так что Ну я вообще не участвую в каких-то там Случайных совместных там Проектах Никогда Ни как просто инструменталист Ни как какое-то сочетание там Авторское, исполнительское То есть если я участвую в каких-то Совместных проектах Это означает, что Я очень сильно уважаю Творчество Данных персонажей С кем я совместно что-то делаю Костя, например У него много разных проектов С другими интересными музыкантами Вот в таком случае Проект с Вадимом Курлевым Для тебя один из них Или тоже что-то особенное Ну нет такого Чтобы эти проекты Все существовали одновременно Сейчас вот есть Главный Сердолик Которым я занимаюсь Когда-то В Зимове зверей Еще там В начале 2000-х годов Наступил такой первый Большой кризис Когда вот я думал Вообще Что мне надо, наверное Уходить из группы Что уже вот как-то Что-то Что-то не идет И тут я встретился С Кириллом Комаровым Мы стали Вот что-то делать Вместе Давать какие-то концерты На стороне Да? От главного проекта И Я вдруг с ним Воплотил какие-то идеи Которые мне не удавалось В основном проекте Воплотить И Мне стало как-то так спокойно Что я уже Вернулся в Зимовье И там установка улучшилась Да, и там установка улучшилась Как-то разрядился Этот вот Назревающий конфликт И мы просуществовали Еще Достаточно долгое время Вот Тут Я понимаю Сейчас такой момент Когда мне в главном проекте Тоже чего-то Не хватает Может быть Очень даже Чего-то существенного И судьба Она всегда Такие вот возможности Вот предоставляет Я вот Когда увидел Пару лет назад Вадима на одном концерте Вот Акустическое выступление Я подумал Как вообще классно Вот Я бы Вот Хотел бы Наверное Выйти И с ним Вот спеть Там пару песен И вот Оно вдруг Так вот Стало все складываться И я думаю Что это Естественно Это не случайно И поэтому Это не Какой-то там Просто вот так Сложились обстоятельства А это все Судьба Так ведет Видимо Это очень сейчас надо Ты вообще веришь в руководство Сверху Да Верю Я верю Что иногда нужно Так расслабиться И поплыть по воле волны Иногда это Приводит К хорошему результату Я думаю Что нас тут Скорее В данном случае Ведет тот самый город Вот Который Вынесен В заголовок Нашей программы Совместной Потому что Конечно Город Это В данном случае Более широкий символ Это не просто Город Географическое место Где мы живем А это Какая-то Может быть Высшая сила Какой-то Творческий дух Наверное Имеется ввиду Город Как и судьба Город Как и искусство И как время Время Все что было раньше Было лишь прологом Все что было роком Кончилось стеной Я принимаю Новейшую хронологию Я начинаю Начинаю Отсчет Иной Вадик У тебя в песнях Город присутствует часто И в разных фазах Не знаю Я как Городской ребенок Вырос Среди Этих Улиц И стен И Вообще До какого-то возраста Был Такой Законченный Урбанист Что я вообще Ненавидел Там Выезжать В сельскую местность Например Меня вообще Просто бесило Я любил Сюда города Только уже Там гораздо В более взрослом Возрасте Я Стал понимать Что там Какой кайф Например За городом Оказаться Там Поближе К природе Подышать воздухом И там Почувствовать Энергию Природой До какого-то возраста Я вообще Это ничего не воспринимал Настолько я был Как бы Городское создание Но в твоих песнях Деревня пока не присутствует Не Не присутствует Вот Чтобы она еще В песни попала Еще до такого возраста Я не дошел Видимо Может попозже Будет А Костя Ты имеешь Обыкновение отдыхать Где-то на даче На природе Я так поняла Да Имею У меня Наверное Такое есть Какое-то равновесие Потому что С одной стороны Я чувствую себя совершенно Городским человеком Но когда я Выезжаю на природу Первые Дня три Я всерьез Задумываюсь О том Как бы Порвать с городом И И окончательно Осесть Где-нибудь В лесу В деревне Но день на четвертый Меня снова Начинает Тянуть в город Поэтому Я согласен С Вадимом Что я себя Все-таки Без города Себя представить Не могу Я тоже Человек Выросший В городе И Связанный С ним Очень Плотно Но Тем не менее На природу Меня Все время Тянет Алые Рваные Паруса Новенькой Солнечной Батареей Навряд ли Способны На чудеса Они Никогда Тебя Не отогреют Моим Желже Никому Не отнять Изломкой Фанеры Из Кровельной Жести Они Пережили Уже Сорок Пят Огромных Космических Путешествий Сквозь Нынешний День Нелишенной Надежды И Завтрашний Выглядит Необозримым Но Небо Уже Самолетов Не Держит Но Небо Уже Наливается Дымом Современные Современные города Они уже Конечно Во многом Превращаются В такие Адские места Достаточно И Уже Утрачивают Свой Культурный Романтизм Какой-то Который На самом деле Мы Как Дети Большого города Мы Это Прежде всего Через Какой-то Культурный Мир Воспринимаем Но Видимо В недалеком Будущем Человечество Будет Вынуждено Просто Рассредоточиться Из Больших Городов И Будет Совсем Какая-то Другая Культура Наступит Ну Это Нормально Культура Меняется В течение Эпох Да Может быть Вообще Исчезнут Понятия Там Город И Деревня Будет Нечто Будет Смычка Города И Колхоз Но Если Возвращаемся К вашему Проекту Двое В городе То есть Вы живете В одном Городе В одном Пространстве Все-таки Повод По вашим Песням По вашим Творческим Мирам Как Вы Ощущаете У вас Общий Мир Ну Во многом Общий Культурный Мир Потому Что Я Мы в культурном Смысле Дети Этого Города И Физическом Смысле Тоже Здесь Родились Я Вот У меня Была Попытка Например Там Я пытался Пожить В Москве Какое-то Время Ну Москва Тоже Город И Даже Еще Больше Но Все Таки Я Вскоре Вернулся Как-то Я Там Не Прижился Ты Пытался Где-то Жить В других Городах Не Я Не Пытался Я Вообще Понимаю Что я Задумываюсь О городе Только Когда Из него Уезжаю Когда Как Живешь Вообще Не Отдаешь Себе Отчет Там Петербуржец Ты Ленинградец Или Вообще И только Когда Оказываешься Где-то Далеко Вдруг Там Начинаешь Понимать Что-то Тебе Не Хватает Какой-то Культурной Такой Почвы Мне Кажется Что Это Как Какой-нибудь Внутренний Орган У человека Ты Живешь Там И Не Знаешь Что У тебя Есть Какая-нибудь Селезенка Или Легкие А Если Вдруг Пока У тебя Не Удалят Да Пока Не Удалят Или Пока Легкие Не Сожмет Вдруг Там Есть Легкие Ты Без них Не Можешь Вот Так Вот Без Города Мир Т Т Ж Стар И Друг Нет Колесо Сансары Укажи Мой Свет Ветер На Поворотах Кажется Сильней Но Чем Ближе К Небу Тем Радуга Бледней Но Чем Ближе К Небу Тем Радуга Я Вот Например Не сторонник Тусовок Я не считаю Что нужно Ходить по клубам И по богемным Тусовкам Где-то Отдыхать И зависать Это совсем Мне Неинтересно А вот Творческое Общение Да Это то Что Нам Всем Творческим Людям И нужно Поскольку Мы все Все-таки Из Такого Рок Мира Да Из Рок Корня То Рок Музыка Поскольку Это дело Коллективное И все-таки Мы все Влюбились В рок Музыку В свое Время На Примере Великих Рок Групп Да Которые Являлись Собой Такие Авторские Одновременно Исполнительские Содружества Сотворчества И поэтому Даже Таким Вот Ну Приходится По жизни Большей частью Быть там Одиночным Автором Все-таки Да Но Немножко Этого Не хватает Это Вот Тоже Одна Из Причин Почему Мы Соединяемся Там Совместные Проекты Разнообразные Чтобы Почувствовать Себя Частью Тоже Как Был Какой-то Группы Какого-то Коллективного Сотворчества Это Такое Необходимое Ощущение Можно ли Предположить Что вы Друг друга Обогатите Ну Конечно Мы Для этого И собрались Чтобы Обогащать Друг друга Как Город Деревня На самом деле Все Совместные Проекты Даже Самый Интересный Да Даже Постоянные Такие Крутые Рокгруппы Они Тоже Существуют Какое-то Время Они же Редко Кто Как Роллинг Стоунс Играют 50 лет В одном Составе И то Уже Не в Одном Составе Вот А когда Собираются Как бы Ну Такие Свободные Творческие Единицы Вместе Они Не Не ставят Перед собой Там Задач Сколько-то Времени Сколько-то Продуктов Выпустить Культурных Там Правильно Ну Делают Это Вместе Когда Это Интересно Когда Это Актуально Для Всех Участников Я бы Даже Сказал Это Именно Из-за Взаимообогащения И делается Это Такой Меркантильный Интерес Обогатиться Только Речь Идет Не О Золоте Или Купюрах А речь Идет О Творчестве О Вдохновении О Том Что Когда Двое Людей Или Там Больше Друг С Другом Взаимодействуют То Это Всегда Приводит К тому Что Мир Каждого Становится Как-то Шире Глубже Интереснее Ну Вот Вы Говорите Друг О Друге О Себе О О Зрителях Вы Думаете В этот Момент Вот Сейчас Такое Что-то Вы Сделаете Крутое И Подарите Зрителям Это Важно? Думаю Но В Да Если бы мы Не думали О Зрителях Мы Наверное Просто Дома Собрались И Попели И Камеру Не Включали Обменялись Бо Песнями И Зашлись Мы Хотим Поделиться Если Мы Что-то Находим Для себя Новое Интересное Какие Творческие Сочетания Что же Мы Будем Это Скрывать От Людей Нет Конечно Мы Предлагаем Тоже Порадоваться Да И Таким Образом Поучаствовать В этом Вместе С нами Когда Уже Можно Порадоваться Пригласите Нас Пожалуйста Сначала Мы Порадуем Зрителей В Москве 9 Декабря В театральном Лофте Компас Центр Такое Очень Интересное Место Скорее Похожее На Театр Нежели На Клуб А Потом В принципе Для Такой Программы Больше Подходит Чем Такие Обычные Питейно Столовые Клубы В которых Обычно Рок Приходится Играть И В Петербурге У нас Будет Тоже Подобное Место Пространство Которое Называется Театральная Долина Тоже Такой Почти Театральный Зал Но Это Уже Будет В Январе Это Будет 20 Января Что Ждет Зрители На самом Де Для Тех Кто Не Был Венела Sky Для Тех Кто Не Был Да Это Два Авторских Сольных Отделения И Третье Отделение Совместное Так Скажем Где Будут Звучать Песни И Вадима И Мои Мы Будем Исполнять Вместе Дуэтом Да Дуэтом А Можно Предположить Что Потом На Своих Концертов Будете И Отдельно Друг От Друг Исполнять Чужие Песни Почему Бо Нет Если Мы Дадим Друг Друг Такие Разрешения Если И Главное Если У нас Будет Такое Внутреннее Желание Так Почему Бо Нет Я Про Внутреннее Желание Когда Ты Исполняешь Песни Кости Когда Кости Исполняет Твои Чувствуете Ли Вы Их Своими Родными Прямо Написанными Созданными Или Не Обязательно Ну Не знаю Я бы Не хотел Примазываться К авторству Кости Песен Ну Вот Мы Исполняем Там Песню Заходи Да Так Песня Старая Которая Ну Я Ее Помню Еще Там Это Лет 20 На Этой Песне Наверное Окол Того Она Была В числе Моих Любимейших Песен Зимой Зверей И В каком-то Смысли Я могу Ее Воспринимать Как Свою Тоже Потому Что Я Ее В свое Время Очень Сильно Пережил Как Б Через Свою Душу Пропустил В этом Смысле Да А Так Я Согласен С Вадимом Понятно Что Песни Когда Я Пою Песню Вадима Вместе С ним Я Понимаю Что Это Мы Изначально Выбрали Те песни Которые Особенно Близки Особенно Нравятся Мне Там Песни Вадима Вадима Мои Песни И Поэтому Тут Есть Такое Удовольствие Творческое Удовлетворение Когда Ты От Того Что Ты Поешь Именно Эту Песню И Становишься Ну Ее Так Чуть Чуть Соавтор Соучастником В Довести Меня Но Ты Залетай Мы Будем Пить Чай В Рождественской Мгле Я Тоже Зайду Когда Будет Рай Здесь У Нас На Земле Довести ció Спасибо.